Всем привет, это Инфакт на СтопГеймРол. Признавайтесь, какие анонсы от THQ Nordic ждали после вчерашнего Инфакта? Saints Row? Red Faction? Ну, в таком случае, первую из трёх запланированных издателем премьер вы не угадали. Встречайте, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Переиздание вот этой адвенчуры 2003 года. Заедет оно на все четыре актуальные платформы PC, PS, Huan и Switch. Оставшиеся два анонса прозвучат сегодня и завтра в 8 вечера по Москве. Надежда ещё жива. И сразу же в тему жутко громких, запредельно близких и поражающих воображения анонсов. Официальный комплект для ухода за геймерским телом от Microsoft. Выпускаемый совместно с брендом Lynx, он же Axe. Там у нас дезодорант, антиперспирант и гель для душа. Простите, я просто не мог не зачитать описание. Кхм, свежий аромат пульсирующего зелёного цитруса с нотками кофир лайма и зимнего лимона. Травяными отпечатками мяты и шалфея, а также древесным запахом пачули и чистого дерева. Ставь лайк, если по сей день не выделываешься и моешь рожу обычным мылом для ебала с запахом мыла. Я дико извиняюсь, но и это ещё не всё. Не велите казнить гонца, такие вот анонсы вчера были. Джуманджи. Игра по мотивам фильма Джуманджи. Само собой, нового фильма. Кому в 2K19 понадобилось бы адаптировать бородатую картину с Уильямсом? В ответе за это безобразие Банда и Нямка, Аутрайт Геймс, Фан Солф и Сони Пикчерс. Это приключенческий экшен с поддержкой сетевого и локального кооператива на четверых, создаётся на движке Unreal Engine 4 и это всё, что пока о ней можно сказать. Релиз 15 ноября для всё того же квартета актуальных платформ. Ладно, перейду к ААА, пока вы меня палками не побили. Редактор Катаку Джейсон Шрейер в очередной раз слил немного инсайдов. Касаются они в основном облачной платформы Google Stadia. Там, мол, появится новая Ghost Recon с подзаголовком Breakpoint и вторая Destiny. Последняя, кстати, обзаведётся кроссплеем между Xbox, ПК и Stadia. А именно, там будут общие сохранения. То есть общий прогресс персонажей. А вот PlayStation 4, вероятно, останется в стороне. Так или иначе, сегодня в 19.00 по Москве на Ютубе будет проведена трансляция, на которой представители Гугла сами озвучат сроки запуска сервиса, ценник и доступные игры. А в 8 вечера стрим эстафету перехватит Bungie и, вероятно, подтвердит официально утечки, обнародованные Шрейером. Тем временем, StopGamerU совместно с компанией Gigabyte продолжает розыгрыш убер-материнки Aorus Intel Z390. Зверюги, поддерживающие целый ряд процессоров, вплоть до i9. Также разыгрываем футболки, кепки и толстовки. Все, что необходимо для участия в розыгрыше, до конца недели перейти на специальную страницу, собрать там собственный виртуальный ПК и репостнуть свою сборку в соцсети, попутно подписавшись на официальные группы SG и Aorus, геймерского бренда Gigabyte. Заодно можно подтянуть свои знания о структуре материнских плат. Ссылка в описании, не прощелкайте шанс. PlayStation, всеми силами избегающая этого вашего кроссплея, перенос о сохранении между текущим поколением PS и следующим не боится. Генеральный директор PlayStation Джим Райан накануне затронул эту тему. По его словам, обратная совместимость позволит свободно переключаться между консолями, не теряя прогресс. Скажем, пройти полигры на PS4, затем еще треть на новый PS, а да пройти опять на старой. Нюансы наверняка вскроются в дальнейшем, типа какой-нибудь необходимости приобретения подписки PlayStation Plus для всего этого. Но на данный момент это именно что нюансы. Кроме того, Райан сказал, что Sony продолжит продвигать VR, шлем для четвертой плойки зашел публике на ура, основательно прокачает собственный стриминговый сервис PlayStation Now уже в этом году, и обязательно продолжит производство одиночных сюжетных игр, потому что сейчас синглы для PlayStation успешны как никогда прежде. Неудивительно, учитывая, что подавляющее большинство других издателей в данный момент занято созданием доната ориентированных игр-сервисов. Что до классики, то приставка Sega Mega Drive Mini, выходящая 19 сентября, будет иметь не 40 игр на борту, как было заявлено ранее, а 42. Дополнительной парой тайтлов оказались проекты, которые на оригинальной Mega Drive так и не появились, но должны были. Первая — Darius, выходившая в 87-м году на аркадных автоматах, а впоследствии перебравшаяся на кучу разных платформ. По техническим и экономическим причинам на Mega Drive появился лишь её сиквел. Вторым идёт — Tetris, который в своё время обошёл стороной данную приставку из-за проблем с лицензированием. Зато теперь будет доступен. С полным списком игр для Mega Drive Mini вы можете ознакомиться по ссылке из описания. Новая Company of Heroes подоспела на Kickstarter. Но не та, о какой вы могли подумать, а настольная. Компания Batcrow Games запросила у народа 100 тысяч долларов и уже получила больше 300 тысяч. А до окончания сбора средств остаётся ещё 20 дней. Авторы проекта уверяют, что их настолка передаёт стратегический дух, вариативность и увлекательность оригинала. Игрокам предстоит захватывать точки с ресурсами, развивать экономику, открывать строения и, конечно же, улучшать войска. Делать это можно за одну из четырёх сторон. СССР, Вермахт, США и Великобритания. При этом рандом в виде кубика вроде как почти не влияет на бои. Базовый набор можно будет приобрести за 100 батчей. Предположительно, в мае следующего года. Респаун обрушила на головы игроков Apex Legends событие «Легендарная охота», которое предлагает более хардкорный режим. В нём могут участвовать лишь те, кто в прошлом матче занял топ-5. Немного эксклюзивной для ивента косметики, небольшие правки баланса, в том числе изменения ландшафта и наполнения локации. Но самое любопытное — внезапный дубляж на русский язык и на кучу других тоже. Возможность выбора языка озвучки в меню настроек игры замечена не была. То есть русский голос вроде как привязан намертво к русскому интерфейсу. Но если ушком совсем бобо, то вот тут всё меняется. Правда, радикально, вместе с языком текста. А на плойке разве что язык всей консоли менять. А ещё лучше — не нестись что-то менять, сломя голову, а сперва спокойно ознакомиться со свеженьким обзором Warhammer Chaos Bane на StopGamer. Ссылка в описании, само собой. На сегодня всё. Всем удачи. Покерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова